Судьба Макмала волнует местное население, ведь большинство жителей Толус-Торовского района работает на золоторудном предприятии. В сентябре была приостановлена его работа на три месяца. Временной остановке предприятия послужило отсутствие руды. «Сейчас Макмал работает в штатном режиме. Здесь 1200 сотрудников. Мы просим правительства совместно с Кыргазалтеном вплотную заняться этим вопросом. Мы должны поддерживать наше работающее госпредприятие. Если оно остановится, то его разграбят». «Необходимо создать комиссию из числа депутатов Джугур-Кокенеша, экспертов и местных жителей. Сейчас комбинат в тяжелом состоянии. Требуется скорее трансформировать определенный участок земли, где добывают руду и золото. Ведь если предприятие будет работать, то хорошо и местному населению, и бюджету». Проблема в том, что финансовые вливания в предприятия не поступают уже много лет. Новые месторождения еще не освоены. Например, золоторудное месторождение «Хлдо» не передано Кыргазалтыну. Нет постановления правительства о трансформации этой земли, говорит Токон Мамытов. «Мы ищем инвесторов для того, чтобы сделать дополнительную геологоразведку. У нас на Макмале все-таки по предварительным, по прогнозным данным есть где-то порядка от 8 до 14 тонн». В следующем году в апреле остановится только золотоизвлекательная фабрика Макмала. Но сам рудник, администрация, автобаза и другие его службы будут функционировать. Потому как руду добывать будут. Зарубежные компании-инвесторы готовы приступить к разработке месторождений, направить миллионы долларов. «Новые рудники месторождения не освоены. А для освоения новых месторождений нужна финансовая подпитка. И вот как решается получение новых месторождений к Кыргазалтынам? Как государство помогает Кыргазалтыну финансово? Вот это их больше беспокоит. И я им сегодня на встрече, мы им объяснили, что нам надо срочно решить первое, чтобы Кыргазалтын было передано Кыргазалтыну». Мамытов отмечает, что местным жителям не стоит беспокоиться. Банкротство Макмала никто не допустит. Это и воля глава государства, парламента, правительства и Кыргазалтына. Эльнура Малдукадырова, Бекназар Шермамбетов и Мирлан Маматалиулу. Общественный Первый канал.